Как я понимаю, действительно, Павел Зеленский находится здесь, но я его не видела. Нас сопровождался сотрудник СССР в Москве, когда мы проходили по зданию, поэтому там много кабинетов и нескольких этажей нет. Мы не видели, видимо, специально делать так, чтобы мы не пересекались с Павлом Зеленским. Я считаю, что, конечно, то, что сейчас происходит после Павла Зеленского, это полнейший беспредел. Павел честнейший, порядочный человек, отец старых детей, я знаю его с хорошей стороны, я понимаю, что это действительно один из лучших граждан нашей страны, который действительно хочет прекрасно выучить в этой России, потому что сейчас обсуждает вот это непонятное уголовное дело у него в Купикутке за двух витов, из-за чего грозит ему до пяти лет лишения свободы, это, конечно, полнейший беспредел. Что касается меня, то меня следователь вызвал для того, чтобы ознакомиться с назначением новой экспертизы, это судебно-медицинская экспертиза, и она назначена по Субботиной по теще Кудрявцева. 21 декабря произошли вот эти все события, когда я позвонила переотравителя Навального Кудрявцева. И, как я понимаю, со слов следователя, именно 30 декабря, то есть спустя больше, чем неделю, в субботе на теще Кудрявцева обратилась в поликлинику для того, чтобы зафиксировать якобы какие-то ушибы, которые я якобы ей причинила. Конечно же, никаких ушибов и телесопровождений я их не причиняла и не могла причинить. И это очень странно, что не только 30 декабря она обратилась ко себя больше, чем неделю за фиксацией каких-то там ушибов, которые у нее якобы есть. И сейчас назначена экспертиза следовательно для того, чтобы установить действительно характер этих повреждений, которые якобы я ей нанесла. Я очень сомневаюсь, что действительно какие-то повреждения были до 30 числа на теле субботиной. Я могу предположить, что она, конечно, какие-то могла там ушибы оставить сама себе. Это все непонятно на самом деле. Каких-то конкретных вот этих медицинских документов субботином мне не дали, не дали с ними ознакомиться. Поэтому я не знаю, что сейчас там написано в отношении меня и против меня конкретно. Но я предполагаю, что действительно им очень нужно натянуться на вторую часть статьи 139 и сказать, что действительно было какое-то насилие в отношении нее. Ровно поэтому вот эта медицинская экспертиза назначена. Она назначена для проведения следователей той организации, которой я не доверяю медицинской. И поэтому мы с адвокатом написали заявление в... Поэтому так было все втянув, потому что мы написали заявление к протоколу, в котором попросили назначить еще один вопрос в судебной экспертизе. Можно поставить, могла ли Субботина сама нанести себе эти повреждения, которые были зафиксированы вот в этой непонятной справке 30 декабря. А также попросили привлечь к проведению вот этой судебной медицинской экспертизы. Два медицинских судебных учреждения. Это Центр независимости медицинской экспертизы и Сеченовский, собственно, университет. Сеченовский университет, соответственно, одно из крупнейших и знаменитых учреждений в России, которое может провести, на мой взгляд, независимую экспертизу. Потому что я не доверяю, конечно, тем медицинским документам, которые сейчас вот таким образом тайком появляются в моем уголовье против меня, запустя праздники после того, как все события произошли. А вы как-то будете принимать участие в этой экспертизе, имеется в виду, что вас следует ли? Зачем вызвать? Для того, чтобы просто ознакомиться с этими документами? Да, да. То есть это проводится следственное действие, и с следственным действием должны ознакомливать обвиняемую. Я прохожу по этому делу обвиняемую, поэтому сейчас нам дали несколько листов постановления о назначении этой экспертизы, где не было указано, в какой момент обратилась в какой-то субботина с врачом, и не пришлось это объяснять. То есть оказалось, что действительно спрещала, получается, и не будет. Она только обратилась за медицинскую помощь, поэтому что там написано там, совершенно непонятно, но понятно, что как бы пытается натянуть часть вторую статьи 139. Любовь, не могу вас не спросить, собираетесь ли вы встречать в воскресенье Алексея Навального, поедете ли вы в Ротово? Да, конечно, я собираюсь встречать Алексея Навального, я надеюсь, что все пройдет будет получено, потому что он в жизни нашей страны, это законопослушный человек, который и муж никогда не обиден, и который должен быть не то что свободен, да, который имеет право находиться в Москве, в нашей стране, который имеет право внести свою политическую деятельность, чтобы неизвестить его от себя в рамках закона, и, конечно, я надеюсь, что все пройдет благополучно, и я обязательно его буду освещать. Спасибо. Спасибо. Спасибо.